Распаковки это то, что вы наверняка любите. И как раз сегодня день почты, день распаковок. Несмотря на действующий режим самоизоляции, в седьмой финальный день своих еженедельных камчастских влогов я съездил в одну из соседних деревень, в Халактырку. Потому что именно там находится наша почта. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Съездил для того, чтобы получить в субботний день две посылки, которые мы сейчас с вами и будем распаковывать. Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. И сегодня, как я уже сказал, седьмой финальный день моих еженедельных камчатских влогов. Теперь приступим к распаковкам наших посылок. Естественно, я получил какие-то книжицы. Так как книг я выписываю достаточно много, я не могу сказать, какие именно книги здесь лежат. Мы сейчас это с вами увидим. Я просто напомню, что читать книги полезно. Читать книги нужно. Тот, кто читает книги, тот имеет меньше шансов стать глупым россиянским навиопом. Это точно. А я начинаю вскрывать первую посылку, прилетевшую ко мне из города Москвы, столицы Ресурсной Федерации. Что же за книга ждет меня в этой упаковке? Прекрасно. Чего и следовало ожидать. Это воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы великого русского поэта Осипа Мандельштама. Книга выпущена издательством имени Чехова в Нью-Йорке в 1970 году. То есть, это первое издание воспоминаний Надежды Яковлевны. Я уже в одном из своих роликов показывал вторую книгу. Это название, вторая книга. Надежды Яковлевны Мандельштаму. Это же первая из ее книг. Еще есть третья книга, которой у меня пока что нет. На самом деле о литературном процессе советских лет наиболее точно и безжалостно писали два автора. Это Надежда Яковлевна Мандельштам и Аркадий Викторович Беленков. Я имею в виду знаменитую книгу Беленкова Юрий Олеша «Сдача и гибель советского интеллигента». Он сделал все, что мог. А меня ждет увлекательное чтение воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, выпущенных в свет издательством имени Чахова. Красиво, эстетично. Беру в руки вторую посылку и вскрываю. Она прилетела к нам на Акулицу Руси из Санкт-Петербурга. Посмотрим, что кроется в этой лапуфе. Кстати, я просто скажу о том, что все книги, которые я выписываю, я читаю. Это и нет пустое собирательство. Вот опять-таки мы вернемся к имени Осипа Мандельштама. Книга Ближневосточного филолога и литератора Евгения Сошкина «Гипограмматика». Это книга о Мандельштаме. Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение НЛО» в 2015 году. Совершенно, кстати, насколько я помню, крошечным тиражом. Сейчас я посмотрю, каким тиражом она вышла. Тысяча экземпляров. Наконец-то вы узнали правду. Вот такие две чудесные книги, непосредственно связанных с именем и творчеством великого русского поэта Осипа Мандельштама, я сегодня получил. Это воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, выпущенные в издательстве имени Чехова, в 70-м году века минувшего и гипограмматика Евгения Сошкина, выпущенная издательством НЛО в 2015 году. Меня ждет увлекательное чтение. А я между делом, учитывая длящуюся самоизоляцию, продолжаю работу над антологией стихи о Камчатке. Давайте посмотрим еще немного, как я этим занимаюсь. Терпите, потому что, может быть, когда книга выйдет, я об этом сообщу, это произойдет в следующем году. Кому-то из вас захочется ее обзавестись. и так, смотрите, вот так вот я работаю над антологией. Работа над антологией стихи о Камчатке продолжается. Сейчас я изучаю периодику Карягского округа. Работаю с электронной версией подшивки газеты Карягской коммунист 60-х годов, уже почти дошел до конца этого десятилетия, и открываю июнь 69-го года века минувшего. Начинаю смотреть, где у нас есть стихи. Далеко не все стихи, которые опубликовались в Камчатской периодической печати, войдут в состав антологии. Давайте попробуем что-нибудь найти в газете Карягской коммунист. И вот сразу что-то обнаружилось Виктор Саламатов Камчатка Вас сейчас ждет прослушивание стихотворения камчатского поэта 60-х 70-х годов века минувшего Виктора Саламатова. Стихотворение, повторюсь, называется Камчатка. Даешь камчатскую экзотику, Кажи пареньские ножи, сиянье северного готику, торосов белые кижи. Так думал я, оставив берег, шагнув за синюю черту, и рифмовалось берег с Беринг в столичном аэропорту. И все казалось очень мило, тут долго жить не думал я, да видно на сердце зазнобила навеки стылая земля. И не экзотикой цветистой беда один в окошке свет, другим возвышенным и чистым чему и имени да. Нет. Виктор Саламатов. Камчатка. Но я не просто прочитал это стихотворение, его еще нужно подготовить к распознаванию. Открываю, как обычно, в программе Adobe Photoshop страницу PDF-файла сливаю слои и вырезаю непосредственно это самое стихотворение. Видите, тут немного затемнен левый нижний угол. Те, кто готовил газетный файл, не файл к печати, поленился нормально расшить подшивку для того, чтобы так называемый средник, то есть соединение центра газет не выгибалось дугой, а было ровно. Поэтому зачастую это создает определенные неудобства. Увеличиваю контраст и яркость. немножко выравниваю перспективу для удобства будущего распознавания. Удаляю все ненужное, то, что будет мешать распознаванию. И теперь все готово. Вот так составляется антология стихи о Камчатке. Эта камера лежит на столе не зря. Среднеформатная восточно-германская камера Пентагон-Сикс, находящаяся в рабочем состоянии. до сих пор хранится у меня в запасах. Как у любого немолодого человека, всерьез занимающегося фотографией, у меня скопилось много всякого забавного. И когда ситуация не столько нормализуется, я специально сниму одну пленку 12 кадров для того, чтобы показать на что способно это произведение сумрачного германского гения. Камера Пентагон-Сикс ТЛ. Но это не точно. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня что-нибудь новое, смотреть на новые старые книги, слушать хорошие и не очень стихи, в общем, ставьте лайки. А не нравится, ставьте дизлайки, пожалуйста. Пишите комментарии под роликом. Ваше мнение мне на самом деле интересно. Обратная связь со зрителем необходима. необходимо. Ежели же вы первый раз на моем канале, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка. Если вы нажмете на кнопочку подписаться, и она из красной станет светло-серой, и на ней появится надпись «Вы подписаны», значит, вы сделали все правильно. Вот это подсказка. Сделали то, что вам рекомендовано? Ну, вы молодцы. Теперь вы не будете пропускать новые ролики. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова